Ой, хорошо, Людмила, что я не Дун Кихот, а ты не Меллица, да и безветрия у нас в студии, в общем-то. Хотя восточный ветер я чувствую. Василий, он в своих мирах живет, но я понимаю, почему, откуда подул вот этот приятный восточный вечер. Популярные арии из восточных дарам прозвучали в Петербурге. Концерт, призванный сблизить культуры Южной Кореи и России, состоялся в Петергофе. Солистка театра музыкальной комедии Дарья Яким вместе с лауреатом высшей театральной премии города «Золотой совет» Верой Свешниковой исполнили оригинальные саундтреки из дарам популярных телесериалов Южной Кореи и Восточной Азии, мелодии которых угадываются с первых нот. Некоторые из них, казалось бы, сложным для русского восприятия в восточном языке. Зрители удивили. Язык очень комфортный, очень певучий, нежный, просто как мед льется. Людям интересно посмотреть азиатский колорит, их сюжет, ведь у них все это происходит достаточно трепетно, нежно. Мы отобрали самые чувственные, самые произведения, которые влияют на чувственный мир зрителя, чтобы помочь раскрыть их сердце, помочь раскрыть их душу. Ведь в Корее и в России очень важны такие понятия, как верность, преданность, уважение, почитание, я имею в виду и родителей, и друзей, людей, почитание человеческого сердца. И вот зрителей удивили невероятными костюмами. Некоторые из них менялись на артистах прямо на сцене, а также, конечно же, хореографией, спецэффектами, игрой света и тени. Генеральный консул Республики Корея в Петербурге Бюн Чоль Хван особенно отметил, что главная солистка, русская кореянка, как никто другой, смогла выразить на сцене чувства и эмоции обеих стран. Такие концерты, по его мнению, являются лучшим примером в укреплении культурных связей. В Корее очень известна русская литература, русская музыка, но особенно меня впечатлило изобразительное искусство. К сожалению, в Корее не так хорошо известны русские художники, и когда я посетил русский музей, мы там были вместе с моей супругой, я был очень поражен картинами известных авторов, в особенности Репином. Я бы хотел, чтобы граждане Кореи могли познакомиться с русскими художниками и с экспонатами Русского музея. В Корее мы в школьные годы читали произведения Толстого и Достоевского. Я слушал музыку Чайковского и восхищался ею, поэтому Россия была близкой моей душе страной. И работая в Санкт-Петербурге, я очень рад видеть, что многие россияне любят корейскую культуру, и что нас действительно объединяет сильный дух. Наши страны прошли разные исторические периоды. Конечно же, нас объединяет теплота к близким и к обществу, а также любовь к искусству. Я считаю, что Санкт-Петербург – культурная столица не только России, это мировая культурная столица, поскольку именно в Петербурге находится огромное количество потрясающих объектов культурного наследия.